Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие зрители, в эфире ежедельная программа «И жизни епархии». В студии Татьяна Демидова и сегодня в выпуске смотрите. Божественная литургия в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Пятый Покровский фестиваль в селе Вольная Вершина. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в детском саду Ивушка в городе Уварово. Покровская ярмарка в городе Кирсанове. 14 октября в день Покрова Божией Матери православных христианин вспоминают чудо, которое произошло в 910 году. По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Праздничное богослужение в этот день в Христорождественском кафедральном соборе города Уварово возглавил правящий архиерей. Покров Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии принадлежит к числу великих праздников Русской Православной Церкви. Праздник Покрова пришел на Русь из Византии и стал одним из самых почитаемых. Этот праздник не входит в число двенадесятых, но, несмотря на это, является одним из самых значимых в православии. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Чудесное явление Матери Божией произошло в середине X века во Влахернской церкви Константинополя. В воскресный день 910 года, во время всеношного бдения, блаженный Андрей увидел в храме, идущую по воздуху Богородицу, озаренную светом в окружении ангелов и святых. Вначале она со слезами молилась за христиан, а потом сняла покрывало, которое носила на причистой главе своей, и, держа его с великой торжественностью, своими причистыми руками распростерла над всем стоящим народом. Это чудо стало знаком заступничества и утешения над людьми. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Божью Матерь словословят ангелы и святые, ее просят о помощи целые народы. И Царица Небесная всегда помогает, о чем и свидетельствует чудо, которое каждый год вспоминают православные христиане. В этот день я пришел в церковь, чтобы почтить память нашей Матери Богородицы, потому что она нас любит всех, защищает. Она нашей русской земле защитница, и мы должны ее почитать, потому что только из-за нее наше спасение. В завершении богослужения Владыка Игнати обратился к прихожанам со словами наставления, напомнив историю праздника и отметив его особое значение в истории русского православия. Поздравляем с великим праздником, покровом Божьей Матери. Это один из любимейших праздников нашего народа. Хотя событие, которое послужило основой для этого праздника, произошло в Византии, в Ромейской империи в X веке. Но там этот праздник не так отмечается, как у нас, у русского народа. Наверное, потому что, когда Русь приняла крещение в 988 году, из истории мы знаем, что святой князь Владимир в Киеве на Днепре, реке Днепре, крестил своих близких. И дальше крещение стало распространяться, вера укрепляться постепенно. И особенно после крещения у русского народа проявилась любовь к Божьей Матери, как покровительница, заступница рода христианского. Ей посвящались многие храмы, монастыри. И также был установлен этот праздник, покров Божьей Матери. Покровский храм В Уваровской епархии почти в каждом благочине есть храм, освященный в честь покрова Пресвятой Богородицы. Один из них – покровский храм в селе Вольная Вершина. Одноглавая однопрестольная кирпичная церковь с однопролетной звонницей над западным притвором была построена в апреле 2015 года взамен сгоревшей церкви прихода, располагавшейся в деревянном здании бывшей школы. Участие в этом святом и богоугодном деле – строительстве Дома Божия – по мере сил и возможностей принимали все жители села. Мы ходили, разбирали сарай по кирпичку, складывали, возили, потом кидали, когда его строили, каждый кирпич каменной, подписывали. Так что труда не всем селом, очень много вложили, очень. И поэтому для меня это большое значение. Не знаю, как для кого, а для меня это много. 14 октября 2017 года в праздник Покрова Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии епископ Уваровский Кирсановский Игнатий совершил чин освящения нововозведенной православной святыни. С тех пор огонек молитвы здесь не угасает. С молебна Пресвятой Богородицы, который совершил настоятель храма, священник Иоанн Дудышев, начался и ежегодный, пятый по счету, Покровский фестиваль. В своих молитвах верующие вознесли благодарение Царице Небесной за великое милосердие Ее к роду христианскому. Сегодня такой прекрасный праздник, наш престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Мы его очень ждали. Надеемся на Масерь Божия, что она нам поможет. Она всегда защищает, всегда православный народ, Русь Святую всегда защищала. И мы к ней обращались, колено преклонно, молитвенно просили о ее помощи. По окончании богослужения священник Иоанн Дудышев поздравил всех верующих с престольным праздником и пятилетием храма и фестиваля. Благодарю за то, что мы сегодня здесь собрались на нашем с вами уже традиционном пятом Покровском фестивале, в селе Больная вершина. Поэтому всем участникам хотел бы пожелать хорошего выступления, а гостям хорошего настроения. Храни себя Господь с праздником и всех вас поздравляем. Празднование продолжилось в культурно-досуговом центре села. Здесь со словами приветствия и поздравлений к местным жителям и гостям фестиваля обратились глава Подгорненского сельсовета Уваровского района Михаил Ильин и председатель Уваровской районы общественной организации, ветераны Афганистана и локальных войн Юрий Копнин. С праздником Покрова, дожьей матери, желаю всем здоровья, успехов, благополучия и мирного неба над головой. Они от нас всех на споте. Еще один гость фестиваля, заместитель директора музея-заповедника Сергея Рахманинова-Ивановка Андрей Самохин передал в дар настоятелю Покровского храма икону, написанную в иконописной мастерской города Липецка. За пять лет своего существования Покровский фестиваль уже стал доброй традицией для всех, кто любит православную и народную культуру, талантливое исполнение и теплую душевную атмосферу. Со сцены культурно-досугового центра звучали песни-стихи на духовную тематику, посвященные казачьей культуре и русскому народному творчеству. Покров, Богородицы, нежный и ласковый, укрыла земля моя белыми красками. Покров, Богородицы, нежный и ласковый. Своими выступлениями благодатную публику порадовали почетные гости праздника. Ансамбль народной песни «Веселый сувенир» из города Тамбова и уроженка Донецка, а теперь жительница областного центра Люсиена Дейсар. Моя вода превратилась в пулак. Если есть ворок, да я не... Вот так... Специально от Покровского фестиваля в фойе культурно-досугового центра была подготовлена праздничная выставка-ярмарка, на которой были представлены предметы старинного русского быта, изделия мастериц-рукодельниц и блюда, приготовленные по старинным русским рецептам. Их дегустация состоялась сразу же после окончания концертной программы. Завершился ювелийный фестиваль красочным фейерверком. 18 октября в детском саду Ивушка города Уварово прошел яркий и красочный праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Почетным гостем мероприятия стал клирик Христорождественского кафедрального собора города Уварово священник Сергей Растрепин. Подробнее расскажем далее. Покров Пресвятой Богородицы – один из великих праздников Русской Православной Церкви. Он приходится на 14 октября – самое красивое время осени, когда в природе все окрашено в золото и багрянец. Нарядно, светло и весело было и в музыкальном зале детского сада Ивушка, где состоялось праздничное мероприятие, подготовленное педагогами и воспитанниками дошкольного учреждения. Почетным гостем мероприятия стал клирик Христорождественского кафедрального собора города Уварово священник Сергий Растрепин, который поздравил всех с праздником и рассказал об его истории. О том, как много веков назад, во время молитвенного служения в храме Константинополя, явилась Богородица и распростерла над верующими свое покрывало амафор. Это чудо стало знаком заступничества и утешения над людьми. Отец Сергий отметил, что и сейчас Царица Небесная помогает и защищает всех, кто нуждается и просит о ее помощи. Поэтому, дорогие деды, если у вас случится какая-то проблема, если вам когда-то станет очень грустно, вы обратитесь к Божьей Матушке и попросите ее очень искренне, как просите свою маму, помоги мне, Божья Матушка, и она непременно вам поможет в любой ситуации, что бы ни произошло. Прославление главного осеннего православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы продолжилось в рамках концертной программы. Дети с удовольствием отгадывали загадки, пели песни и читали стихи. На Руси праздник Покрова считался границей между ушедшим летом и наступающими холодами, временем, когда окончены полевые работы и сделаны запасы на зиму. Собрать богатый урожай смогли и воспитанники детского сада «Игрушка» в ходе веселой игры. Проведение православных праздников в детском саду совместно с Уваровской епархией стало уже доброй традицией. Ведь такое взаимодействие, по словам священника Сергия Растрёпина, играет важную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании детей. Это, прежде всего, необходимо для того, чтобы воспитать в наших детках чувство любви, чувство доброты. Ведь сегодня для любого ребенка это так необходимо, почувствовать какую-то теплоту со стороны Бога, со стороны православной церкви. И что в любом случае, даже что бы ни произошло в их жизни, счастье, горе, что Господь их ждет, ждет их просьб, их молитв. Праздничное мероприятие прошло в теплой и доброжелательной атмосфере, позволило наполнить сердца его участников радостью и благодатью Божьей. 16 октября на площади архиерейского подворья Тихвинского храма города Кирсаново прошла Покровская ярмарка. Наша съемочная группа побывала на праздничном мероприятии. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в городе Кирсанове был отмечен радостным событием. Впервые на площади у Тихвинского храма развернулась, заиграла и зашумела Покровская ярмарка. Насыщенной замечательными, запоминающимися впечатлениями и душевной атмосферой стал этот день, посвященный одному из самых почитаемых православных праздников. Я считаю, что вообще приход, он должен жить не только литургической жизнью. То есть в приходе должна, помимо литургической жизни, должна быть еще вне литургической жизни. При храме, может, да, но вне литургии. Потому что, как правило, люди разобщены, они как бы пришли в храм, помолились, ушли. Вот, каждый своим миром, своей жизнью. Вот, а людям надо пообщаться. А общаемся мы в храме тоже, да, когда не надо, общаемся. Вот, и нет этой возможности, нет площадки, на которой нужно общаться, на которой можно объединяться, в которой можно как бы друг друга почувствовать, с другом поиграть. Поэтому мы решили вот у себя на приходе потихонечку устраивать ярмарки. Вот, Покровская ярмарка первая в честь Покрова, а вообще, ну, приходит вторая ярмарка. Первая ярмарка была посвящена Пасхе, она была на Антипасху, на Красную Горку проходила. Вот, сегодня вторая ярмарка. Надеюсь, что эти ярмарки будут проходить регулярно. Организаторы мероприятия подготовили разнообразную программу. Песни, танцы, конкурсы и шутки. Веселились все, от мала до велика. Возраст никому не был помехой. Для детей была организована игровая программа директором районного дома культуры Пучковым Владимиром Вячеславовичем. Ребята танцевали, пели, принимали участие в конкурсах. На протяжении всего праздника участников ярмарки угощали пирожками и сладким чаем. С приветственным словом обратился к участникам и гостям Покровской ярмарки благочины Кирсановского благочиния священник Алексей Проворов, который отметил важность таких мероприятий на приходах. От всего сердца желаю, чтобы вот эта традиция, она закрепилась. Чтобы мы не спешили никуда из храма уходить. Чтобы мы как-то вот после службы раз так собрались тут на территории. Бог нам дал хорошую так территорию, большую, чистую, красивую, нарядную. Чтобы мы могли пообщаться здесь, как-то поделиться своими переживаниями, повеселиться, чтобы детишки могли посмеяться. И хочется, знаете, братья, если честно, я когда разговариваю со многими людьми, почему-то у людей понимание, что православие это какое-то все грустно, плакать, плакать нужно, тяжело, там каяться день и ночь, там света белого не видно, поклоны бить. В общем, все так тускло. Вот я вас уверяю, православие оно не такое. Вера Христова – это вообще единственный радостный свет в жизни, который есть. Ярмарка планировалась не просто как мероприятие, на котором можно было что-то приобрести, а мероприятие, где можно весело провести время, пообщаться с друзьями. Вспомнить о празднике Покрова и узнать больше о его традициях. Под руководством педагога дополнительного образования Центра детского творчества был показан мастер-класс по шитью кукол, которые в завершении мероприятия были подарены деткам. Мне очень нравится Покров, Престу и Благородицу. У нас идет ярмарка, мы все веселимся, играем. Я хочу, чтобы эта ярмарка проходила каждый год. Мы пьем чай, кушаем вкусные пирожочки, покупаем куклы, проводим мастер-класс. Покровская ярмарка очень веселая, она мне очень нравится. Радостные и немного уставшие после подвижных игр, насладившись вкусной выпечкой, а некоторые с купленными сувенирами, уходили ребята домой, а взрослые уносили с собой частичку труда, вложенного детьми и педагогами в свои работы. Сегодня такой прекрасный день. Сегодня на территории нашего храма проводятся мероприятия, не приуроченные к празднику Покрова. Покрова, Престу и Благородицы. Праздник радостный достаточно, желанный для нас, для родителей, наших детей. Во-первых, почему для нас, для родителей? Потому что хочется, чтобы эта традиция продолжалась каждый год, чтобы наши дети объединялись, чтобы наши сердца согревались. Мы стоим, мы радуемся, мы глядим на наших детей веселых, радостных, соответственно, и мы общаемся. Сердца наши согреваются, дети наши не ругаются, дети наши радуются. Радуются празднику. Конечно, мои детки ходят в воскресную школу. Мне очень нравится, как родители, мне очень нравится, что они именно заинтересованы. Заинтересованы в чистоте, в доброте. Закладываются какие-то семейные традиции. Они приходят в школы, они рассказывают своим одноклассникам. Соответственно, дети подтягиваются. Доброта льется. Вот доброта льется. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы такие мероприятия у нас проходили, ну, периодически. Начало положено тому доброму, что связывает нашу нынешнюю самотошную современную жизнь с вековыми традициями русского народа. На этом у нас все. А в завершении хотелось бы напомнить слова преподобного Антония Великого. При наступлении каждого дня держи себя так, как бы этот день был последним в твоей жизни, и сохранишь себя от грехов. Всего вам доброго, дорогие телезрители. До скорой встречи в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин